Я не очень часто участвую в митингах или в политических активностях, потому что разочаралась в этом после болотной. Но бывают моменты, когда просто невозможно не пойти. Я сама лично тоже сталкиваюсь с насилием, как и большинство моих подруг, как и большинство женщин. Просто об этом не принято говорить. Мне нравится, что находится много людей, которые готовы что-то услышать. Эта ситуация шире делал самих сестер. Речь о проблеме, которая десятилетиями замалчивалась и на которую не обращалась внимания. Сейчас это хорошая возможность для общества попытаться изменить ситуацию, больше об этом говорить, принять закон о домашнем насилии. Висе произошло, это кейс, никто не спорит. Но хотя бы девчонок разместите в психиатрическом больнице. Система крышует насилие. Абсолютно точно. Здесь даже не нужно быть логически подкованным, чтобы выйти на это понимание. Эта история, прямо в последствии, отсутствие возможности легально себя защитить. Я против того, чтобы приравнивать самооборону к умышленному убийству. Я считаю, что это просто нужно сразу различить. И то, что их обвиняют в умышленном убийстве, это сразу превращает это дело совершенно... Переводит в другую плоскость и уводит из-под вопроса о домашнем насилии. А вы пытаетесь выражать свое мнение так, чтобы им заменили статью на статью особого оборудования? Правильно ли вы? Да, особого оборудования. Я об этом и говорю. Смотри, если это будет докажено следствием, мы не против. Мы только за. Если будет доказано. Но оказывать давление на следствие, это неправильно. Мы не оказываем давление. А как это называется? Мы высказываем свободу гражданскую позицию, основываясь на материалах следствия. Позиция является здравой, если она массовая. Это правильно я понял? Нет. Позиция защищать жертв насилия – это здравая. Общую фонку на память. Все, пойдем. Мы сделали фотографию. Так, мы вновь переживаем. Нет, это не пройдет. Все, пойдем. Все, пойдем. В отказ здесь. Субтитры создавал DimaTorzok